Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о каминах, о том, как правильно выбрать камин, какие они бывают, какие их плюсы и минусы. В общем-то, будем разбираться с этой темой. Усаживайтесь поудобнее и поехали! Для чего нужен камин? Давайте разбираться. Обычно камин нужен для трех вещей. Первое – это для обогрева. Исторические камины придумали для того, чтобы обогревать пространство. Русские печи, камины – для того, чтобы было в доме тепло. Часто используют камин, в том числе и для обогрева и сегодня. Иногда и полностью для отапливания какого-нибудь помещения, в котором, например, не живут круглый год. Или для того, чтобы частично отапливать пространство в доме. Второе – это для эстетики и для дизайна. Акцент в виде камина или какой-то элемент может дополнительно украсить интерьер, сделать его более эстетичным, более красивым. И, в общем-то, вокруг камина даже можно выстраивать целые композиции. И третье – это для создания определенной атмосферы. Атмосферы уюта или для такой душевной атмосферы, я бы сказал, что это даже работа с освещением. Потому что цвет огня и освещение от огня создает дополнительную вот эту вот интимную классную атмосферу и обстановку, которую с помощью камина мы создаем. И поэтому, как правило, мы выбираем камины по этим трем параметрам. Какой-то из них является более важным параметром. Исходя из этого, мы выбираем камин. Итак, какие виды каминов бывают и в каких случаях их можно делать? Давайте разбираться. Первое – это камин на дровах. Их бывает, в принципе, два типа. Первый тип – это конвекционный. Это тот, который имеет металлическую топку. И смысл его работы, как правило, это отдельное изделие. Оно может быть небольшого размера. И оно менее дорогое. Это более бюджетное решение. И чаще всего в домах используют именно такие камины. Это металлическая топка, которая нагревается. Именно металл нагревается. И тем самым обогревает все остальное помещение. И, в общем-то, там постоянно идет огонь. Мы подбрасываем дрова. В общем-то, все логично и просто. Второй тип – это теплоаккумулирующие камины. Это те камины, которые выстраиваются из камня. Это массивное большое изделие, которое устанавливается в доме. Как правило, в квартирах такие камины не устанавливают. И оно более дорогое в использовании, в эксплуатации более дорогое. Более дорогое технически. И сделать такое изделие дороже. И занимает больше пространства и больше места. Если мы говорим о каминах, часто задают вопрос, можно ли делать камин, живой камин в квартире. И ответ здесь не такой очевидный. Но в целом можно. Бывают застройщики заранее закладывают шахты, дымоходы. И на последних этажах у застройщика предусмотрено место под камин. В таком случае необходимо получить определенные разрешения, предоставить марки камина, защитить их перед застройщиком. И в соответствии с определенными правилами можно сделать камин. Настоящий дровяной камин. Если это застройщикам не предусмотрено, то так или иначе закон говорит о том, что сделать камин на последних этажах возможно. Но для этого нужно пройти огромное количество согласований, куча геморроя. Нужно подготовить будет проект. Нужно будет подобрать сам камин, согласовать это все с инспекцией, мост-жил-инспекцией, потом с архитекторами здания, с застройщиком. Короче, куча-куча-куча согласований и проблем, которые нужно будет пройти для того, чтобы сделать этот камин. Но я считаю, что это абсолютно нецелесообразно. Почему? Потому что для того, чтобы получить все эти разрешения, нужно пройти много-много-много задач и проблем. Во-вторых, мы будем использовать этот живой камин несколько раз в году. По сути, летом мы его не используем, мы используем только зимой. Ради этого мы тратим огромное количество денег. Это будет стоить очень дорого. При установке это будет дорого эксплуатировать. Потом нужно будет чистить дымоходы, следить за этим. Помимо этого, это занимает еще много пространства, которое нужно предусмотреть. О квартире квадратные метры на вес золота. Давайте перейдем к следующему типу каминов. Это биокамины. Биокамины – это популярное решение, которое набирает обороты уже порядка последние, наверное, 10 лет. И много брендов появляется, много различных решений. Но такие они классные на самом деле или нет? Давайте разбираться. Первое. Что такое биокамин? По сути, это биотопливо. Основным составом этого биотоплива является спирт. По сути, спирт горит, и тем самым появляется настоящий живой огонь. Из плюсов биокамина в том, что, во-первых, огромный выбор дизайна. Можно использовать напольные, подвесные, настольные биокамины, маленькие, большие, любых размеров. Можно встроить их в нишу, можно поставить просто там на полочке, и это будет создавать живой огонь. Дальше. Плюс биокамина – это простота установки и эксплуатации. Очень просто эксплуатировать. В отличие от обычных каминов, от дровяных каминов, нам не нужно делать ни домоходов, никаких специальных условий. Мы просто устанавливаем его в любом месте квартиры, и это не требует дополнительных никаких согласований, что сильно упрощает нам работу, установку камина. При этом мы получаем живой огонь. Но при этом есть определенные минусы. Минус заключается в том, что мы сжигаем биотопливо. Оно так или иначе выделяет определенные вещества. По сути, это хорошее, качественное топливо – это всего лишь спирт, который сгорает, и как таковых вредных прям веществ он не выделяет. Он выделяет обычный углекислый газ, который выделяется с нашим дыханием. Плюс-минус то же самое. Но при этом есть определенные добавки в топливе, которые могут пахнуть так или иначе, и этот запах, присутствует такой запах немножко спирта, может быть, даже напоминающий бензин, что-то вот такое мы ставили, когда в наших объектах. Часто этот запах появляется, и это создает дискомфорт, и это является большим минусом биокаминов. Решается это на самом деле вытяжкой и вентиляцией, которая устанавливается над камином. И я рекомендую всегда, если вы делаете биокамин, обязательно использовать вытяжку, вентиляцию, предусмотреть, в общем-то, что-то, что будет втаскивать вот этот вот дополнительный запах. Мы будем иметь живой огонь, и при этом, который также чуть-чуть выделяет тепло, но не имеет вот этих вот дополнительных запахов, если мы сделаем все правильно и правильно его инсталируем. Также при выборе моделей очень важно смотреть на качество этих моделей, и от этого будет зависеть безопасность этой модели, да. Вот эта вот сеточка, которая кладется сверху, очень важно, чтобы она была. Бывает так, что на биокамине просто вот это стекловатый специальный наполнитель в открытом виде, это плохо, потому что если как-то его наклонить, эта жидкость как-то может пролиться и может быть возгорание. Поэтому крайне важно с точки зрения безопасности все предусмотреть. И так как это живой огонь, так или иначе, есть риск небезопасности. Например, там ребенок, если потрогает это пламя, он обожжется, да, там домашние животные сами, я думаю, никогда в жизни не полезут на живой огонь. Это вряд ли возможно. Но так или иначе, есть определенный минус с точки зрения пожароопасности. Дополнительный минус. Я бы отметил то, что топливо это расходник, который стоит на самом деле немало. Например, на то, чтобы там час-два побыть перед живым огнем, нужно будет купить вот этот пол-литра этой жидкости, да, которая стоит порядка там 600 рублей, может быть даже больше, там 800 рублей. Различные есть жидкости, разные стоимости и так далее. Лучше на топливе точно не экономить, потому что качественное топливо не будет выделять как раз-таки никаких дополнительных вредных веществ. Это тоже очень важно. Из минусов биокаминов также является отсутствие теплопередачи. То есть он не выделяет тепло. Возможно, совсем чуть-чуть вокруг огня мы будем ощущать тепло, но он не сможет обогреть помещение даже частично. Поэтому, если вы смотрите камин в том числе для этих целей, то биокамин не подойдет. Следующий. Следующий камин – это газовый камин. Про них я долго рассказывать не буду. Камины на газу используются крайне редко. Они достаточно дорогие, дорогостоящие. При этом, если вы будете устанавливать их в квартиру, то для этого нужно будет опять же получать определенное разрешение. Если газ в квартире не предусмотрен, вообще и нет вывода, то в целом можно как-то поставить газовые баллоны, чего я категорически не рекомендую. Это надо быть, в общем-то, очень отчаянным, чтобы хранить дома полные газовые баллоны. Это действительно очень пожароопасная штука, которую лучше дома не хранить. Вообще, газовые камины крайне-крайне редко используются. И я бы их не рекомендовал. Но они бывают, поэтому, мне кажется, в этом ролике имеет смысл про них тоже рассказать. Конечно же, плюсы – это живой огонь. Также можно слегка отапливать. По сути, камин на газу. Да, мы получаем огонь из газа. Вот, но про все минусы я уже рассказал. Это небезопасно, это дорого, это сложно в установке, это геморройно, подведение газа, куча согласований, проблемы. В общем, зачем вам это надо? Забейте. В общем, газовый камин – это не то, что точно стоит выбирать. Следующее – это электрические камины. Электрические камины – это та штука, которая сейчас набирает огромное количество популярности. и оборотов с точки зрения продаж, потому что камин электрический убирает все те минусы, которые мы говорили ранее, но прибавляет минус в том, что это все-таки не живой огонь, а его имитация, так или иначе. Но давайте разбираться, какие электрические камины бывают. В целом, камины бывают нескольких типов. Первый тип – это паровые камины, те, которые выделяют определенный пар, то есть тем самым они так же увлажняют немножко воздух. По принципу увлажнителя работают, но не сильно, как увлажнитель, потому что увлажнитель распространяет влагу по всему пространству. Здесь локально просто появляется определенная влага. То есть мы видим пар, который идет с подсветкой и создает эффект вот такого живого огня. Электрокамины могут быть как обогревающий прибор, могут быть с различными эффектами, треска костра и вот искрами даже, и различными эффектами. Может быть разная реалистичность пламени. Такое ощущение, что в целом мы видим настоящий огонь, хоть это экранное изображение, или пар, который исходит из, в общем-то, отверстия с водой. Разные есть виды электрических каминов, про них мы более подробно сейчас поговорим. Давайте разберемся с плюсами и минусами электрических каминов. Во-первых, это простота эксплуатации и простота в установке. Нам всего лишь нужно поставить в любое абсолютно место. Нам не нужно дополнительных вытяжек, никаких дополнительных условий. Это просто имитация огня. Поэтому дополнительных требований нам не нужно к безопасности. Это абсолютно безопасное изделие, которое устанавливается там, где есть розетка, которую мы заранее, естественно, заложили под электрокамин. Из плюсов это большой выбор дизайна. Мы можем выбрать как классические модели, так и современные, угловые, подвесные, различные виды есть. Впишется электрокамин в абсолютно любой дизайн. Сейчас моя коллега Сима находится как раз-таки на выставке электрокаминов, где можно посмотреть различные модели, чем они отличаются, сколько они стоят. Поэтому усаживайтесь поудобнее и погнали. Если вы смотрите это видео, значит, вам точно интересно, где можно купить такие камины, о которых рассказывал мой коллега. Сейчас я приехала на выставку, где представлены главные игроки этого рынка. И подробнее расскажу вам про каждую из моделей, про ее плюсы и минусы, и про стоимость. Первый бренд, с которым хочу вас познакомить, это ирландский бренд Dimplex, известный в мире более 50 лет и гарантирующий не только высокую надежность своих отопительных приборов, но и заботящийся об их максимально стильном дизайне. Перед вами очаг Dimplex Ignite XL100. Кроме жирного плюса в виде эстетического наслаждения, вы также получаете энергоэффективную систему обогрева, встроенную сенсорную панель управления, несколько видов подсветки кристаллов и пульт для дистанционного управления. Напомню, что это премиальная линейка, но цена здесь очень приятная – около 170 тысяч рублей. Следующий очаг от Dimplex – это Opti-V2. Это инновационная разработка компании. Особенность этого очага заключается в усовершенствованном принципе работы и в дополнительных визуальных эффектах, которые можно увидеть только в этой модели. В этот очаг интегрирован неповторимый эффект реальных искр, которые разлетаются от пылающих поленьев и гаснут в воздухе. В основу эффекта искр легло кардинально новое техническое решение, реализованное за счет установки LED-подсветки, которая преобразуется в свет в виде искр. Ну а цена этой модели – около 750 тысяч рублей. Но посмотрите, как это красиво кажется. Это того стоит. Ну а следующая модель, покорившая мое сердце реалистичностью пламени – это кассета «Тысяча лоб» с дровами. Кстати, эта модель есть в меньшем размере. Этот камин покорит вас уникальным эффектом реального пламени Opti-Mist. А самым кардинальным отличием этого очага от прочих моделей Dimplex является возможность подключения камина напрямую к водопроводу, что позволит камину работать непрерывно любое количество времени. А еще в очаге предусмотрена функция подредкивания горящих поленьев. Также добавлены такие опции, как возможность изменения интенсивности пламени в различных зонах очага и управление камином через беспроводной Bluetooth-пульт. Dimplex-кассет «Тысяча» можно размещать как в загородном доме, так и в городской квартире. Благодаря особой конструкции у вас есть возможность выкладывать единую бесшовную линию огня любой длины из нескольких очагов. Камин является встраиваемым и может быть интегрирован в стенную нишу или любой подходящий по размерам портал, или в декоративное обрамление. Ну а цены здесь варьируются от 300 тысяч в зависимости от размера. Следующий бренд, с которым хочу вас познакомить, это нидерландский Faber. Это отличное решение не только для домашнего использования, но и для коммерции. У Faber надежная система безопасности, оповещения о неисправности и быстрый ремонт из-за легкосъемных стекол. Тут я бы выделила следующие модели. Модель E-Matrix – это премиальная паровая модель с широким функционалом и высоким уровнем персонализации. Безумно интересна эта модель еще и своей конструкции с тремя съемными стеклами. Для панорамного обзора пламени и зеркальной задней стенкой топки, для того, чтобы визуально она увеличивалась в объеме. Чтоб стенки камина не запотевали, мощные вентиляторы непрерывно втягивают водяной пар. Из-за визжения пара пламенные язычки подрагивают как настоящие, что также увеличивает реалистичность этого камина. Ну а цена этого удовольствия – от 1 миллиона 100 тысяч рублей. Модель E-Slim – это новейшая разработка в области электрических каминов. Модель относится к премиум-сегменту, а потому обладает наиболее реалистичной имитацией пламени. Огонь в этом камине – это водяной пар, подсвеченный стратегиодными лампами. Он полупрозрачный, с сероватой дымкой, как настоящий огонь. Вода для парогенерации поступает от водопровода. Для декора топочной корзины используют фактурные керамические дрова, реалистичность которых поддерживает ненавязчивая звуковая имитация настоящего потрескивания, как в настоящем камине. Также в этом очаге доступна функция обогрева, то есть вы можете выбрать любую температуру и установить ее для того, чтобы вам было комфортно. Еще есть классные визуальные эффекты. Например, вы можете сами выбрать цвет нижней подсветки и цвет пламени. Управлять этим камином можно через пульт или с помощью сенсорной панели. Но самые максимальные возможности доступны в мобильном приложении. С его помощью вы можете настроить разные уникальные цветовые сочетания. Нижняя подсветка, пламя, и вы можете добиться того эффекта, который будет нравиться именно вам. Цена такого модели около 800 тысяч. Следующий бренд – это британский British Fire, который создает новые тренды и демонстрирует непревзойденное качество функциональных электрических каминов. Модель British Fire и New Forest есть в двух размерах. Это 1200 и сейчас покажем еще 2400. Эти модели отличаются главным образом размером. Трехсторонний дизайн, создающий объемную визуализацию пламени, делает эти камины сверхреалистичными. Уже второй год подряд электрокамины British Fire удостаиваются престижной наградой веса за свою технологию искусственного пламени на международной выставке HPB Expo. Но и это еще не все. Регулировка яркости, изменение цвета подсветки у дров и кристаллов, функция обнаружения открытого окна и защиты от перегрева – это лишь некоторые из множества возможностей, сделавших New Forest идеальным выбором для вашего дома. Также одна из основных фишек British Fire – это декор топки. Клиент приобретает камин с максимально полным декором. Лузга, кора деревьев, сланец и прозрачные кристаллы в двух размерах. Можно купить камин с керамическими дровами по индивидуальным эскизам и с натуральными из британских лесов, которые обрабатывали вручную. В каждом камине разные дрова по размеру и виду. А еще здесь не просто стандартный обогрев, а запатентованная система обогрева AirCarting Technology для быстрого и равномерного обогрева. Плюс у каминов узкие рамки, то есть при встраивании в нишу кажется, что рамок вообще нет. Ну а цена таких каминов 580 и 840 тысяч рублей соответственно. Следующий бренд – российский бренд Royal Flame – ведущий производитель электрических каминов и каминных аксессуаров. Компания с 2012 года занимает твердую позицию на российском каминном рынке. Каминокомплект Coventry Grey серый с очагом Emerald 28. Модель выполнена в классическом стиле с минимальным декором. В этот очаг тоже встроена технология имитации реалистичного пламени и звуков в потрескивании дров. А еще есть функция обогрева и регулировки яркости пламени. А фишка этого очага – посмотрите, здесь подсвеченная кирпичная задняя стенка. Еще она немножко затемнена. Камин достаточно компактный для установки, но выглядит гораздо глубже, чем он есть на самом деле. Этот очаг также оснащен системой регулировки пламени на трех уровнях и двумя уровнями мощности обогрева. Это позволяет подобрать оптимальный режим работы для любой погоды и температуры у вас в помещении. В модели представлены три варианта верхней подсветки. Это позволяет создать уникальное освещение. А таймер отключения с диапазоном от 1 до 9 часов обеспечивает безопасность использования и экономит энергию. Управление этим очагом осуществляется с помощью культа. Ну а цена, вы приятно удивитесь, всего 70 тысяч рублей. Ну а это электрический очаг 5D VR25. Это уникальное устройство, потому что оно сочетает в себе не только функцию обогрева, но и визуальное удовольствие от наблюдения за игрой пламени. А здесь эффект 5D создается тоже за счет того, что гармонично сочетается изображение настоящего огня, мерцания дров, звуков потрескающихся дров и разлетающихся искорок. Этот очаг оснащен двумя уровнями обогрева. Есть возможность монтажа как на поверхность стены, так и можно его встроить в нишу. Ну а еще вы можете выбрать одно из пяти цветовых решений пламени, так чтобы подчеркнуть стиль вашего интерьера. Цена здесь тоже приятная, 140 тысяч рублей. Находясь на этой выставке, я поняла, что производство электрокаминов шагнуло на новый уровень. Посмотрите, ведь у каждого электрокамина и имитация настоящего пламени, и искорки летящие в сторону, и регулировка подсветки, и функция обогрева. В общем, смотрите внимательно наш ролик, и остается только принять правильное решение. Итак, друзья, напоследок нам нужно разобраться, как все-таки установить камин, как его выбрать и каким способом его интегрировать в интерьер. Первое, с чего начинается создание пространства и интеграция камина, это планировочное решение. Не важно, у вас собственный дом или квартира, даже на стадии архитектурного проекта дома, или когда у вас квартира только сдана, вы начинаете всегда именно с планировочного решения. И камин, и принимать решение о том, какой камин поставить и где, нужно именно на планировочном решении. Каким образом мы интегрируем камин? Камин является точкой притяжения и является определенным центром композиции. Если мы рассматриваем всю планировку в целом, то у нас всегда есть определенные центры композиции. Центры композиции — это тот предмет, вокруг которого выстраиваются все предметы остальные. Наш интерьер состоит из таких вот групп, которые между собой связаны. Например, мы берем столовую группу, у нас центр композиции — это стол, вокруг которого выстраиваются стулья. Если мы говорим про гостиную, то у нас чаще всего сейчас используется телевизор в качестве главного акцента, да, центр композиции, вокруг которого выстраивается диванная группа. И вот камин может быть в двух вариантах. Он может быть центром композиции, когда вокруг него как раз-таки выстраивается диванная группа, и он может быть, например, под телевизором, хотя это может быть не всегда суперудачное решение, но часто используемое, да, когда у нас и телевизор, и камин являются центром композиции, вокруг которого все выстраивается. Но также и камин может быть, наоборот, фоновым элементом, который находится, например, между двумя помещениями. Часто камин может быть интегрирован в стену, да, между одной комнатой, одной зоной и другой. И он является таким фоном рекреационной зоны и является своеобразным отдельным элементом. Если это биокамин, электрический камин и просто камин для того, чтобы создать декоративный эффект, здесь особых требований нет, вы можете использовать его по-разному. Главное учитывать дизайн и смотреть, какой именно эффект создает тот или иной камин. Если камин является декоративным элементом в качестве подсветки, то важно рассматривать именно комплексно сценарий освещения. Каким образом будет загораться камин, какие еще светильники дополнительные будут включаться, для того, чтобы создать нужную атмосферу в целом, в пространстве и создать комбинацию. Вот, собственно, основные базовые принципы подбора камина. Нам важно определить, для каких целей мы используем камин, а именно для обогрева, для того, чтобы интегрировать дизайн, сделать акцент, да, и сделать его центром композиции, центром внимания, или для того, чтобы создать атмосферу огня и создать вот эту атмосферу освещения с помощью камина. Исходя из этих целей, мы смотрим, как его использовать в пространстве. Лучше, конечно же, обратиться к профессионалу. Я считаю, что планировочное решение обязательно должно быть сделано дизайнером интерьера. И если вы задумываете камин, интегрировать пространство, то лучше заранее продумать всю планировку всего интерьера, где камин будет его частью. Поэтому грамотно используйте это в пространстве. Друзья, поделитесь в комментариях своим опытом эксплуатации каминов. Какой бы камин вы себе выбрали, если у вас стояла бы такая задача. Может быть, распишите свои плюсы и минусы, которые я не раскрыл в этом ролике. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь много полезного о дизайне. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok